Это продолжение темы «Кто ты?», но именно Божий взгляд на нашу жизнь. У нас есть свои взгляды на нашу жизнь. Есть взгляды этого мира на нашу жизнь, может быть, не знаю, соседей на нас. Но есть Божий взгляд. И наши взгляды и представления на нашу жизнь, оно складывается из различных факторов, различных моментов. И причиной этих факторов, причиной, почему мы так думаем, этих взглядов являются то, что было заложено в нас в детстве. И знаете, что воспитание, ну вообще это очень важная часть, почему Бог говорит, да, передай или научили. Она занимает 50% нашей жизни, это уже провели такое доследжение, да, ну исследование. Оно занимает 50, только 50, но это большая цифра. Это не 10 там процентов, там не 5, это в принципе это половина того, то есть воспитание занимает 50% взгляды на жизнь, на нас самих, на окружение и так далее. Остальные 50%, да, остальные, это занимает, то есть общение, с кем мы общаемся. Почему мы говорим, да, очень важно, ну, нам иметь общение хорошее, да, то есть потому что иногда плохое общение может испортить даже добрые нравы, даже если ты очень-очень хороший человек, ты такой одуванчик, вот, это тоже может испортить. То есть 50% да, то есть это общение, окружение, где ты находишься, это может быть генетическое, не может быть, это тоже предрасположенность, если там кто-то был в семье, чем-то как бы, ну, страдал или там был не уверен в себе, это возможно может перейти где-то на тебя, и ты будешь этим бороться, сражаться, ну и многие-многие как бы, да, то есть моменты. То есть, ну, 50% является воспитание, что нас заложили, наши родители, вот, и, ну, а в основном как родители воспитывают детей, поэтому это было заложено. И, ну, несмотря на все это, дорогие друзья, кто бы там что не заложил, что бы там не думали, как мы о себе можем думать, есть Божий взгляд на нашу жизнь. И это правда. И мы сейчас посмотрим в Писании, я расскажу немножко о своей жизни, вот, есть Божий взгляд на нашу жизнь в сфере Писания, в сфере Его взгляда, Его сердца, Его намерения. Как бы мы о себе не думали, как бы не сложился какой-то, может быть, уже фундаментальный стереотип нашей жизни, мышления, каких-то привычек и так далее, у Бога есть свой взгляд. И можно сказать, слава Богу. Слава Богу, что у Него есть свой взгляд. И я бы хотел привести несколько примеров из Писания, Его взгляд на некоторых людей, которых жизнь кардинально изменилась. Она бы не изменилась, если бы не происходили некоторые моменты, если бы Бог бы не имел свой взгляд. И первый пример это Симон, он же наш, он же Гога, да, он же Петр, он же Симон. Но вначале он был Симоном. И Симон, да, как это, значение его имени переводится, как, ну, тростник, да. Это колеблющийся, сомневающийся, необузданный, невоздержанный, ну, мы видим там, да, по Писанию, резкий, взрывной, импульсивный, не способен себя в каких-то моментах контролировать. Помните, вон, да я, Господь, за Тобой пойду, мне не страшны это вот все. Господь его немножечко приостанавливал. Вот, да, или там, помните, когда в Гефсиманском саду там Ишо уже взяли под стражу, он не сдержался, просто зная, что столько людей, воинов, он один просто с таким маленьким этим ножичком там, да, но попытался как-то защитить Ишо, то есть это где-то такая импульсивность, но, может быть, в какой-то стране, как бы, хороший. Быстрая смена настроения, то есть, ну, это именно был характер, да, Петра. Это, конечно, связано то, что мы говорили, да, это все влияло на воспитание, на какую-то предрасположенность и так далее, и тому подобное. И, может быть, потому что иногда влияют на нашу жизнь те ситуации, в которые мы попадаем. Иногда, знаете, люди бывают, ну, вот, все было хорошо, потом человек раз, и что-то у него переломилось. Иногда какие-то события, ну, может быть, действительно страшные события, неожиданные, которые ты не ожидала, что-то может произойти, и люди, они могут, ну, надломиться. Даже вот мы сейчас живем в такое время, да, когда война, и, скажу, и многие люди изменились, особенно те, кто там находится на фронте, у меня есть общение, ну, с некоторыми тех, кто там находится, и действительно люди меняются. Даже самые хорошие люди, которые приходят, очень тяжело, ну, остаться прежним, очень тяжело все-таки где-то сдержать себя. Это возможно, но это сложно. И некоторые, ну, начинают, кто начинает, как бы немножко, знаете, успокаивать свои нервы, там сложно. Поэтому внешние какие-то ситуации, факторы, то, что тебя, с чем ты сталкиваешься, оно тоже, ну, влияет на жизнь. Мы не знаем, с чем сталкивался Петр, как бы, ну, Библия не описывает, может быть, какие-то книги, они описывают, как бы, его жизнь, ну, детство и так далее. Но то, что он был импульсивным, да, то есть его имя, оно где-то говорило немножко за себя. Спасибо, кто позаботился. И вот. Но несмотря на то, что Петр был таким, каким он был, у Бога была на его жизнь другая картина. Совсем другая картина. И у Петра была своя картина, он был Симоном. Его так назвали родители, опять же, шатанье, просто. И у него на протяжении своей жизни сложилась другая картина. Но что делает Ишо? Он он называет Петром. А Петр означает, то есть это камень, да? Камень – это устойчивость, надежность, стабильность, непоколебимость. Ишо, он высвобождает слово совсем другое о Петре. И вот важный момент, что делает Ишо? И, конечно же, Петр, он не сразу же изменился, да? Мы это видим. Он получил огромное откровение и о своей жизни. Помните, в лодке, да, он получил откровение, когда Господь говорит, «Ты, Петр, теперь ты не просто будешь рыбачить, а будешь привлекать людей». Что Петр говорит? «Нет, только не я, я грешный человек, Боже мой, это не ко мне, отойди от меня». Возможно, у него была невысокая самооценка, потому что той отрасль, которой он занимался, она, ну, может быть, не была такая сильно, как бы, может быть, почетного, как бы. Хотя, в принципе, это неплохая, как бы, работа, потому что он этим пытался заработать на жизнь. Но после того, как он услышал откровение о себе, и потом позже, мы знаем, он услышал откровение, да, о Ишу, и помните, когда еще спросил, за кого почитают меня люди? Все там, ну, за пророка там то, и тут друг Петр, у него что-то вот открываются духовные глаза, и он такое заявление, «Ты сын Бога живого». Господь говорит, «Да, истина, не кровь и плод тебе это открыли, но Отец мой небесный». Но и после этого мы видим, что его жизнь, она не сразу изменилась. Он получил два откровения о себе, о Господе. Понимаете, очень важно получить от Бога, ну, откровения, кто Он. И о себе тоже. Ну, о себе, конечно, иногда многие, может быть, высокого мнения, но я как бы в таком немножко, да, то есть, ну, это хорошо думать о себе, хорошо, ну, как написано, по мере веры. Да, то есть, ну, это нормально, это хорошо. И иногда, знаете, один человек, иногда, знаете, что он делал? Он вырос на улице, воспитывался улицей, у него сложилось очень такое плохое представление. И что ему пыталось? Он был уже служителем, и большим служителем. И он стоялся перед зеркалом, и говорил перед зеркалом, что «Я Господень, у меня все получится». И это продолжалось долгие-долгие годы. Настолько это, ну, настолько это было, ну, важно, и он это говорил. Поэтому очень важно в свою жизнь говорить хорошие слова. Вот. И несмотря на то, что Петр не сразу, да, он стал таким, мы смотрим под давлением определенных обстоятельств, его жизни, он дает слабинку, испугался, забоялся. Я скажу, он на его месте, я не знаю, как бы я поступил бы, или кто-то из нас, я не знаю. Но случилось то, что случилось, да, и он, вы знаете, он предает и шоу, он отрекается о нем. Но несмотря на это, что он сделал, я думаю, что он уже похоронил себя. Просто все, он уже подписал себе смыслный приговор. О, как Петр, Петр, какой ты, ах, подлец. Но несмотря на это, и шоу не меняет картину о нем. И мы это видим в Евангелии от Иоанна о встрече Петра с и шоу. Что бы он, как бы он себя не повел, и шоу, он не меняет о нем картину. И это говорит о том, что когда Бог нас призвал, то его картина, она не будет о нас меняться. Даже если мы не сразу, ну, изменимся. Его картина, если ты призван Богом, описание об этом говорит, что каждый человек, он имеет свое призвание. Как написано, да, взошел на небо, дал дары человекам. То есть каждый человек, он имеет, и мы там дальше будем говорить. То Бог, он не меняет своей картины о тебе. Мы меняем. Люди могут менять, но Бог, он не меняет. И то, что сделал Ишо, неизменная картина о Петре, она изменила его жизнь. И мы читаем, да, в Евангелии, то, что Господь призвал его в служение. И мы смотрим, как сильно служение Петра, оно повлияло на мир. Другой герой, это Савл, он же Павел. Ну, это, знаете, одно и то же имя. Бог не дал ему имя Павел, то есть в еврейской культуре давались два имени, как бы одно, оно как бы давалось в той среде, где он находился, другое имя тоже, оно как бы что-то символизировало. Вот, но, слово Савл, да, по-моему, переводится как маленький, да? Но он не совсем был маленький, апостол Павел. В сравнении с Петром, да, простым рыбаком, который занимался, он был простым человеком, простым просто рыбаком, мало что он знал, может, где-то слышал, и он пытался заработать как-то на свою жизнь рыбачьи, когда-то получалось, когда не получалось. Ну, то есть его желание, сердце было прокормить семью, как-то, ну, быть хоть как-то в этой жизни немножечко, скажем так, состоятельным. Потому что когда нету, нету, чувака, денег, это хуже, а когда мужчина не может зарабатывать, я вам скажу, девушка, женщина еще как-то может пережить. ну, как-то еще может, ну, тоже, а хотя, когда еще замужем, то вообще, может расслабиться полностью. Вот, это нормально. Но когда мужик не может заработать денег, ой, это что-то, да, лих, это что-то просто, ну, как это я, ну, просто, ну, я ж не, этот, я не хочу этими греческими языками сейчас говорить. Ну, это настолько сложно, тем более, когда у тебя есть семья, есть, есть дети, есть планы, и ты не можешь заработать. Думаю, боже, я, я уже готов куда угодно залезть в любую яму. Знаете, моя работа начиналась, скажем так, с, с не, не своего бизнеса. Вот, я вам лично потом расскажу, чем я занимался, я не буду сегодня. Но, знаете, тем более, как раз приходило время, когда мы, ну, должны были жениться, я просто, ну, знаете, теща говорит, так ты ж белоручка, я, да ты что, я все могу. Ну, туда действительно не было работы, как бы, мне так было очень тяжело, я зарабатывал там, по-моему, 170 гривен в месяц. Это было, я думаю, боже, ну, это ж кук. Гривень. Не, рублей. Когда были рубли, я себе очень спокойно жил. Я себе расслабленно жил, у меня были папа, мама, которые обо мне заботились, я вообще не думал, не думал о работе. Поэтому я не совсем уже такого высокого возраста. Поэтому, не, ну, спасибо, что вы знаете. Не, гривен. Это было 170 гривен в месяц. Я так долго ждал этой зарплаты, когда она давалась, я такой, ну, что я... Ну, я их зарабатывал. Там, конечно, немножко было отношение другое, но, тем не менее, я понимал, что мне что-то нужно изменить. Ну, я мало зарабатываю, тем более, вот уже, скажем так, как не за порогом уже свадьба, у меня еще костюма нету, кольцо надо купить. Ну, вообще, столько много сделать. Думаю, Боже, помилуй меня. За что в моей жизни? Я не мог. Ну, Господь, Он померил. И вот Петр. Берем Петра. Петр, он делал то, что он умел делать. Хотя это не сильно была такая, может быть, квалифицированная работа. Да, допустим, он не был, может быть, дизайнером, там, архитектором, еще кем-то, врачом. Вот такая была простая работа. Но это была работа. И это его кормило, его семью. И вот по отношению с Петром, апостол Павел был совсем другого, сначала был Савва. Он был другого состояния. Это был очень умный человек, знающий Писание. Учился у ног Гамалиила. На то время это был самый уважаемый учитель, кто учился в этой школе. У него было большое будущее. Да, да, он был фарисеем, Саввел. У него было большое уважение среди его, как бы, да, сверстников-фарисеев. Я думаю, и в народе тоже. Потому что люди, которые занимали, ну, как бы, такие посты, то есть их уважали. Вот. У него было и социальное положение, тоже не 5 гривен в кармане, или 170, вот. По сравнению с апостолом Петром, у него было совсем другое положение. Он мог многое что сделать. Он имел эту власть. Он имел какие-то помощи. Он мог многое сделать. Вот. Но, несмотря на все это, у Савва была тоже своя картина о своей жизни и о своем служении. И у него была своя картина о Боге. О Боге, как о судье. И мы знаем, чем он занимался. У него была своя картина о Боге, как о судье, который, если кто-то что-то не так делает, как вот там сказано, написано, или в моем представлении, это нужно остановить. И о нем самом у него была картина, как о злом полицейском, который может все это остановить, если что-то пошло неправильно или не так. Якобы не по слову Божьему, не по закону, который был у них. Знаете, иногда люди тоже, уже в современное время немножко вернемся, иногда люди тоже занимают вот такое вот положение, да, вот немножко, ну, пытаются быть злым. Лучше быть добрым полицейским. Вот. Потому что есть, знаете, и зло, и есть добрый, как и в семье тоже. Так вот, иногда люди бывают, да, в позиции судей, они всех исправляют, они хотят дать советы, они говорят, что вот это не так, и все, это все не так, и ничего нельзя. А что же, смотрите, а что же можно? Ничего нельзя. Да ладно, шутка. То есть, что ничего нельзя, и они пытаются быть в роли вот этого вот, как бы, да, вот, судьи, там, да, или злого полицейского. И вот апостол Павел, не, конечно, смотря на слово Божье, вот что надо, вот только вот так вот, или так, ты нарушаешь это. Я понимаю, что мы должны где-то пытаться, что-то, кого-то как-то пытаться исправить, да, но тем не менее, иногда люди превышают свои добрые желания, да, и делают вместо пользы, делают вред. И вот апостол Павел, он был таким. Потому что мы знаем, что, помните, я говорил, мы знаем, что людей меняет только Евангелие. Мы можем исправлять, мы можем говорить, говорить правильные вещи, хорошие вещи, но единственное, что может исправить человек, это только Евангелие, это добрая весть. Она способна менять и исправить человека. И вот апостол Павел, уже, не он, ну он был, да, Павел сам, он заряженный эмоциями, что все можно изменить. Несмотря на это, у Господа было другое видение на этого человека. И Бог изменил его видение, которое было у нем, у нем, которое было у него. От злого судьи к любящему, который пришел в этот мир, который пострадал за всех людей, не только за особенный народ. И мы знаем, что на пути в Дамаск Ишоа милующий, добрый, останавливает его. И там происходит судьбоносный момент в жизни апостола Павла. Потому что у Бога, несмотря на то, какой он был, что он делал, искренне это делал он, или его побуждения чуть-чуть были другие, может быть, себя показать, может быть, ну, я не знаю. То есть, ну, какие бы они ни были, это не важно. Господь его останавливает, потому что у Бога для него была другая картина, и его жизнь, она меняется. Конечно, попытка его, скажем так, преподать ему благую весть, была, ну, очень такая, очень такая страшная, да, то есть, ну, он явился, он получил ослепление, там, упал с лошади, в страхе, он говорит, Господи, кто ты, что это вообще со мной было? То есть, ну, тем не менее, у Господа был на него другой план. И мы знаем, что больше Нового Завета написано апостолом Павлом, да, уже, который потом стал Павел, и мы знаем, что он многое говорит и о себе, каким он был, каким он стал, и мы цитируем его местописание, мы вдохновляемся его жизнью, но кто его читает, да, он многие моменты разъясняет, показывает, и его жизнь, она изменилась, потому что у Бога была другая, я хочу, я все говорю в контексте, кто ты, чтобы вы, ну, не уходили, это все в контексте на самом деле, кто ты. И я еще прочитаю еще одну историю, а потом немножко поговорю о своей жизни. Еще один герой, как вы думаете, ну, в Библии много героев, я не могу, знаете, время мало, и я просто сейчас начну, мне уже тут пора говорить аминь, молитву Аарона и уходить, но я тут такой еще на половине проповеди. Так, хорошо, надо ускориться. Итак, Авраам. Авраам, в принципе, неплохо устроился, по сравнению со всеми, да, он, в принципе, очень был такой на хорошем положении, да, мы читаем, что у него было большое имение, много людей, которые служили ему, там, он обладал, в принципе, неплохо город, в котором он жил, на то время это был Урхладийский, потом они перешли в Хеврон, но тем не менее, это был город, где был цивилизованный город. Знаете, сейчас у нас в Одессе не все такие есть даже места, иногда люди не имеют ни канализации, ни воды, там как-то ведрами пытаются там, ну, черпать ту воду, вот, там, роют какие-то ямы, потому что не у всех есть канализация, там водопроводы и вообще условия. Я живу, слава Богу, есть у меня как бы все это, но, знаете, когда ко мне кто-то приходит в гости, вот, он не показывает, конечно, ну, человек, который умный, он не покажет сразу, он может подумать. Не очень такой престижный район, это Пересип, иногда нужно просто, для того, чтобы перейти на одну струн, нужно разбегаться и перепрыгивать через одну лужу, вот, поэтому я так научился прыгать за эти 20 с чем-то лет. Да, когда заливает, помните, я сделал фотографии, когда заливает, я очень радостный, веселый, стою с черпачком и вычерпиваю, ну, но зато там есть и плюсы, много плюсов, дорогие, не только минусы, везде можно, знаете, есть минус, но всегда можно поставить и плюс. Я всегда ставлю плюс, я когда рассказываю во всем районе, я всегда говорю, это самый классный район вообще нашего города. Почему? Потому что там недалеко море, а море, это же, знаете, когда, помните, мы говорили, да, то, что одно из колен Израилевых было у него, Господь дал жить у моря, вот, там есть санаторий, куяльник, там есть три синагоги, но они были синагоги, сейчас они этого, там много что есть, поэтому, если вдруг у вас, кто не был у меня в гостях, я немножко подготовлюсь, я могу кого-то пригласить, показать. Действительно, очень богатая история этого района, мы когда занимались домашними группами, у нас была идея людей, которые в домашней группе просто провести и про, скажем так, провести экскурсию, и достаточно очень много моментов я как бы узнал, поэтому, ладно, я отвлекся от своей... А? 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 Ладно, если я скажу, что там есть лечебные грязи, что если ты намажешься, обмажешься весь, и потом получишь исцеление, то я думаю, действительно, побегут, очень сильно побегут. Не, я серьезно говорю, такие грязи нигде нету, только в Израиле, в Израиле же... Куяльник, это же второе соленое му... Второе Израиль, поэтому видите, как... Вот. Хорошо. Так, а о чем я тут хотел? Я тут... Я сбился с темы, что тут по плану? Боже, спасибо большое. Наталья, пусть Господь вас благословит. Авраам. Итак, Авраам жил, неплохо он устроился, правильно? Очень шикарно. У него были все там куры, козы, овцы, что только не было у него, люди служили ему. Единственное, конечно, не хватало ему иметь собственного сына, но эту проблему тоже можно было решить в то время, но он все-таки хотел... Возможно, у него были стычки с отцом, да? Ну, отец был идолопоклонником, ему это не нравилось. И помните, как Медраж говорит, что там зашел, там все начал... Может быть, были какие-то стычки с семьей, но тем не менее, было неплохо. И можно сказать, спасибо Господу, все хорошо, все прекрасно, у меня все есть. Я думаю, что Авраам благодарил Бога за свою жизнь. Ну, я думаю, я бы благодарил Бога. Конечно, вот единственное, что не хватает, вот, может, самого важного, но в принципе, жизнь как бы не... Жизнь удалась. Можно сказать, что жизнь, она удалась. Я не думаю, что он там прям думал, что там в великом каком-то будущем, там призвание, что все... Не, в принципе, все было хорошо. Он жил нормально, все как бы было... Но у Господа была другая картина на его жизнь. Аминь. Думаю, Боже, что ж такое, так все хорошо. Но у Бога была другая картина на его жизнь. И что делает Господь? Мы, я не буду читать, мы знаем, что Бог, Он выводит его, его, его семью, выйди из родства, отца, твоего, любимого, в землю, которую я укажу тебе. Он его выводит. И приходит момент, когда... Очень важен для меня момент, я когда эти вещи читаю, просто внутри, ну, все переворачивается. Приходит ночь, он говорит, Авраам, подойди сюда. Не бойся, подойди поближе. он подходит, он говорит, Авраам, посмотри на небо. Что ты видишь? Он смотрит на небо, такое красивое небо. Что ты видишь, Авраам? Вот небо, усыпанное звездами. Знаете, вот, когда читаешь, вот эти вот местописания, очень похожи, есть много местописаний, знаете, они вот действительно переворачивают все внутри. Здесь происходит очень важный момент. Помните, пророке Иезекииль, когда Господь поставил его да, там в поле, говорит, что ты видишь, Иезекииль? Он говорит, хорошо, я вижу, сухие кости валяются, и все. Хорошо, теперь скажи этим костям, чтобы они ожили. Интересный пример с Маше, да, помните, когда Бог послал его, вдохновил, он не хотел, он говорит, Господи, это не я, пошли меня, я плохо разговариваю, пошли другого, кто имеет дары, таланты, способности, там, силу, я не способен. Бог посылает его, он пришел, говорит о том, что вот я пришел к вам, Бог посылает. Ситуация еще хуже ужесточилась, чем была, еще хуже стало. В этот момент он говорит, зачем ты меня послал? Для чего? Стало еще хуже. Фараон ожесточился, народ, которому я пришел, попытался их вдохновить и сказать, что все будет хорошо, а Господь вывезет. А жестко, мне никто не верит. Мне никто не верит. Для чего я здесь? Что я здесь вообще делаю? Но Бог потом говорит, а теперь смотри и наблюдай. Перед тем, как помните, начались казни, а теперь смотри и наблюдай, что я буду делать. И вот интересно, Авраам смотрит на это небо, говорит, я вижу небо, усыпанное звездами. И Бог ему говорит, сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомство. Авраам, сколько звезд на небе, сколько будет у тебя потомство. Мы потом знаем, он приводил пример, говорит, посмотри на север, юг, запад, восток, на песок морской. Нас столько это вдохновляет. Знаете, о чем это говорит? Иногда Бог показывает нам некоторые вещи и хочет, чтобы мы обратили на это особое внимание. Потому что Он хочет изменить нашу жизнь и запустить в действие наше прозвание. Мы иногда думаем, а кто я, Боже? Когда-то кто ты, да что мне делать? Бог на такие вещи обращает наше внимание. Он говорит, посмотри, братья и сестры, посмотрите, что вы видите. Авраам, что ты видишь? Знаете, настолько, ну, для меня это очень такой вот важный момент, когда Бог на какие-то вещи обращает внимание. Иногда мы просто проходим мимо очень важных моментов, просто проходим мимо. Знаете, как кто-то сказал, да, есть была такая картинка, я где-то видел, и картинка, это такая, ну, на асфальте лужа. Говорит, что один человек, он видит грязную, мокрую лужу, а другой видит отражение неба в этой луже, отражение звезд. И вот Бог хочет, чтобы наша жизнь, иногда она похожа на некоторые вещи, как это, да, там, мокрая лужа. Но Бог, Он говорит, ты все равно посмотри внимательно, что ты видишь здесь. Можно сказать, ну, просто, ну, небо красивое, что ты видишь. И так как Бог открылся Петру, что он увидел, ты сын Бога живого, Боже мой, какой пророк, какой там восставший и не восставший, ты сын Бога живого. Бог хочет открывать нам свое слово для того, чтобы запустить в действие наше призвание. Очень важно нам наблюдать за этими, ну, фрагментами, моментами жизни. Он мог спокойно остаться, жить в этом Харане, да, воспитывать, там, у него было бы имение, спокойно в себе жить, но он бы не был тем Авраамом, да, каким мы знаем, на которого ссылаются многие, многие, и мы с вами говорим, какая вера большая, да, у Авраама. И он бы не был тем праотцом еврейского народа, патриархом, один из патриархов. Знаете, так бывает и с нами, иногда хочется быть в этом комфорте, вроде как все устраивает в жизни, вроде так все хорошо, все так замечательно, но знаете, что хорошее это враг чему? Хороший враг лучшему. Бог хочет все-таки вести нас дальше и показывать дальше нам картину. и он говорит, что ты видишь, брат моя сестра, сын мой, дочь моя, что ты видишь? Знаете, моя история, когда мы поехали на миссию, что самое интересное, я никогда не хотел быть, ну, я никогда не думал и не мечтал там быть, ну, как бы, в позиции там, да, пастора. Ну, я так, бывает, слышу там, что у меня такая мечта, такое желание, я так хочу быть пастором, это хорошее желание. Но писание, что да, если ты желаешь, ты доброго дела желаешь. Ну, и там потом дальше как бы некоторые, по некоторым как бы критериям. Я никогда не мечтал, как бы не думал, у меня, в принципе, все было хорошо. Вообще, мне нравилось очень сильно прославление, очень сильно, и как сейчас нравится. Знаете, я когда пришел в церковь, первый раз, я знаю, что пастор говорил очень важную тему, я, правда, ее ничего не понял, но я знал в глубине, что это очень важно, что он говорит. О чем пропелил пастор? О Боге. Вот так я могу сказать, о Боге. Но что меня заинтересовало, когда пришел в церковь, я увидел стоять несколько человек, живые инструменты и поют песню. Думаю, о, вау, вот это, мне было другое, я не знал, что такого есть. И меня так заинтересовало, вообще, вы знаете, вот когда мы прославляем сегодня Богу, то, что говорили, да, сегодня, Розан говорила, что, знаешь, прославление Бога, это не просто песня, это не просто музыка, если это просто музыка, песня, то это просто концерт, ну, или какой-то там, да, ну, это не просто, это намного больше. Знаете, я могу часами слушать одну и ту же песню, потому что, знаете, когда мы поклоняемся, это ты как ныряешь в этот водопад, ты ныряешь под воду. Кто-то из вас видел, да, какой красивый водный мир, да, вот подводный мир, там океаны, там очень такие, то есть это тоже, ты ныряешь, и в этот момент, в этот момент, я знаю, что Сережа может больше об этом рассказать, но в этот момент ты можешь действительно получить и вдохновение, и слово, и откровение, и поддержку. Иногда думают, ну, как это, два часа там, или там еще можно, скажу, можно, и нужно, нам нужно учиться поклоняться Богу, нам нужно учиться в этот водопад, чтобы она не просто была песня, не просто слова написаны, и это очень важно. И вот, когда я пришел, мне нравилось пославление очень сильно, как бы я там не стремился, и нам не сказали, вот ты поедешь туда, вы туда поедете, там через два года, там мы вас поставим на служение, там все, я такой, вау, ой, круто, такое заманчивое предложение. Нет, мы поехали, потому что есть люди, которые нуждаются в Господе, им нужно служить. Конечно, мы, у нас на тот момент было трое детей, там не было работа, в принципе, все было, знаете, какого рама, все было состоящее, я хорошо зарабатывал, было трое детей, было служение, в котором я уже участвовал, то есть все как бы было, у меня было служение, там в прославлении, там мы ездили, там домашние группы, как бы все было, ну, нормально, и тут надо куда-то ехать, все оставлять, а как же ж работа, а как же ж дом, а как же ж служение. Я как-то внутри почувствовал, что мы должны это сделать. Никто не говорил, что мы будем оставить на служении, и так далее. Я даже, ну, я не мечтал об этом. И как бы сейчас, знаете, я в школе очень был тихим человеком, тихоней. Единственная хорошая оценка, это была у меня, знаете, по какому предмету? По поведению, правильно, знаете. да, я сидел, я приходил в школу, самый первый сидел, вот так вот в школе, вот, уходил последний, вот, не трогайте меня, я никого не буду. То есть, я очень был примерным, хорошим мальчиком. Вот, это было у меня самое, знаете, и благодаря этому, меня, я как бы продвигался дальше, за хороший поведение. Смотри, какой я тебе хороший, какой хороший. Для меня стоять на сцене, знаете, меня когда вызывали к доске, я просто, мне все, я все вот, я забывал вообще, не то, что предмет, я забывал, как меня зовут. Я начал что-то говорить, я все громче, не слышно, то есть, я забывал все на свете, просто забывал. Для меня это, выйти перед кем-то, я, ну, я не был публик, то есть, ну, вот таким, я где-то буду сидеть тихенько, вот так в школе, слушать внимательно, и так далее. И тут, Бог что-то делает. И мы поехали, через два года нас, как бы, ставят на это служение, потому что в этом появилась необходимость. Люди начали приходить, люди начинают каяться, нужно обучать людей, нужно проводить с ними там наставничество, водное погружение, то есть, ну, и нам сказали, что, ну, вас нужно на служение поставить, вот так правильно. Ну, я подумал, ну, не знаю, это же огромная, ну, огромная ответственность, ты как это, ну, здесь некому, знаете, таких Христа ради очень мало людей, которые оставят все, и поедут в какое-то село непонятно куда, оставят все там, детей от того на шее, от мышки, и поехали. То есть, ну, это нужно. В 2007 мы поехали, в 2009 Господь, как бы, нас благословляет это служение. Я никогда не думал, не мечтал об этом. Просто, Бог, Бог так, возможно, захотел. Я хочу зачитать местописание. Это Ефесянам 2 глава, с 1 по 10 стих. Тут сказано, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которые вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чатами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил. С Христом благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах Вишу и Мессии, дабы явить в рядущие века преизобильное богатство благости своей и благости к нам, Вишу и Мессии, ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы должны себя увидеть немножко в другом свете. Мы должны увидеть себя через крест Ишуа, что мы стали другими людьми, потому что на этом кресте остался наш ветхий человек. Когда мы смотрим через Ишуа, Ишуа мы видим совсем другого человека. На самом деле, кем мы являемся? Созданному по образу Божию. Очень важно, если мы не имеем этого откровения, кто мы в Ишуе, Мессии, если мы еще не оставили эту старую, как бы, да, ну вот натуру, если он не умер в Ишуе и не воскрес, то, знаете, жить, жить, жизнь старая, она, она, она очень неперспективна. Рассчитывать на что-то новое, жить старым, практически невозможно. Старый человек всегда будет обижаться, он всегда будет чем-то недовольный, в его жизни всегда, всегда он будет кто-то виноват, кто-то, то есть он всегда будет искать поводы для того, чтобы что-то сделать и кого-то обвинить. Это жизнь без перспектив. Писание говорит, что все старое прошло, теперь все новое, что новое? Все прошло, все, его нет, старое осталось на кресте, оно осталось под водой, его нету, все, теперь все новое, это другая жизнь, это тот новый ты, который Бог изначально запланировал. Люди иногда говорят, я не могу найти своего призвания, но Писание что говорит, да, будь верен чужому, и ты будешь иметь свое. я хотел заниматься всем, на самом деле, вот я когда пришел к Богу, я просто хотел всем заниматься. Какое-то служение, которое проходило мимо меня, оно не приходило мимо меня. Не знаю почему, но внутри, как бы, мне даже, знаете, даже Бог однажды остановил меня. Просто остановил, первая любовь, а теперь все, а теперь семья, дети, знаете, и все говорят, да, это молодость, да, вообще, сейчас вот ты вот и женися, у тебя появятся все, послушайте меня, у меня трое детей, я бы еще не отказался от двоих. Знаете, эти все дети выросли на миссионерских полях, на иммунизациях. Они когда были постарше, они говорят, папа, куда мы поедем? Почему мы никуда не едем? Мы хотим куда-то поехать, потому что они выросли на этом. Это не остановило, там, трое, знаете, хочу сказать молодежи, никогда не экономьте на детях. Это вся эта вот теория, там, извините меня, предохранения, это все бабушины сказки, не экономьте на детях, они очень быстро вырастают, очень быстро. И то гнездышко, которое ты созидаешь, там, пушок, там, припушиваешь, оно потом разрушается, ты слушаешь, ну, а где же все, пустое. Поэтому, слава Богу, что есть дети, потому что дети, это вдохновение, и они, скажу тебе, они помогали мне служить, они вдохновляли меня к служению. Ну, понятно, что там где-то чуть-чуть невыспанные ночи, там, это все, это все такое, но это не страшно. Поэтому не бойтесь иметь детей, делать свой вклад в их жизнь и показывать добрым, добрым примером. Поэтому это не остановило делать то, что мы делали. потому что на протяжении долгого времени Бог всегда показывает, что ты видишь, как ты смотришь на свою жизнь, на свое служение, на семью, на работу, что ты видишь. Кто-то видит грязную лужу, а кто-то видит отражение неба или звезд. Я верю, что жизнь верующего человека в Мессию, рожденного свыше, приобретает другой смысл и другой характер. Человек, который рожден, он говорит, Боже, вот я, что я могу для тебя сделать. Знаете, мне очень больно смотреть на людей, которые, пообещав Богу служить, остаются в прежнем положении. Сколько людей, которые заключают с Богом завет, дают обещания, остаются в прежнем, ничего не меняется. Думаю, Боже мой, что такое, может, что-то они не поняли, что происходит. Я думаю, что, потому что, ну, миг, вода, водное погружение, это акт, когда мы исповедуем, что мы умерли в Мессии, и теперь другая жизнь начинается, теперь я другой. Кто я? Это не тот я, который был до этого, теперь другой я. Если человек после этого события остается прежним, то ничего не изменилось. Я думаю, Боже, почему-то. Я думаю, что такому человеку можно будет опять пройти. Знаете, в моей практике был момент, когда человек проходил дважды водное погружение. И такое было. Я знаю, такое есть. Ведь я первый раз не понимал. Я не понимал. Теперь я понимаю, что я делаю и для чего я это делаю. и для кого я это делаю. Поэтому лучше пусть Бог останавливает вас, чем постоянно пытается святыми пинками. в нашей общине более 10 действующих служений. То, что мы сейчас перечисляем, это еще не все служения, которые есть. Я не назвал служения там, группа порядка, там, встреча, людей, там, да, еще, ну, то есть, много, и еще есть много, которые в проекте. Я думаю, что приостановшие постарания могут больше об этом сказать. Но есть более 10, которые действующих в служениях. Если у вас горит сердце, делайте это. И спасибо тем, кто участвует. Я знаю, что многие из вас участвуют в служениях. Даже, даже те, которые, скажем так, не являются, может быть, частью общины, там, да, они участвуют, они говорят это делать. Поэтому добро пожаловать. И я буду завершать свое послание. Я хочу причать историю об одном художнике. Может быть, вы ее слышали. Может быть, нет. Один художник, рисуя свои картины у озера, увидел сидящего неопрятного человека. Он подошел к нему и спросил его, могу ли я вас нарисовать? Той человек посмотрел на него и сказал, что особенного во мне, что вы хотите мне нарисовать? Художник ответил, что в каждом человеке есть что-то особенное. Поэтому можно я вас нарисую? В итоге он согласился и художник пристально принялся за работу. Закончив свою картину, он попросил подойти этого человека и взглянуть на нее. Подойдя к картине, незнакомец пристально смотрел на нее в недоумении и рассматривая каждый нарисованный элемент. Потом он сказал, это же не я, вы меня обманули. А художник сказал, нет, здесь нет никакого обмана, здесь нет обмана. я нарисовал вас таким, потому что я вас увидел таким. И знаете, наша жизнь, она как картина, где Господь является ее художником. И знаете, картина, она всегда отображает, знаете, когда вот рисуют картины, да, там дети рисуют картины, многие психологи, они могут рассказать о ребенке все, смотря на эту картину. Потому что картина, она отображает жизнь человека, каков он, что он думает и так далее. И Бог рисует свою картину, как художник. И возможно, знаете, в любой картине есть черные цвета. Вы видели картину вообще ни одного черного, это может быть есть, но всегда в картине есть элемент черного, черной краски, черных, серых, темных красок. И иногда кажется, вау, такая темная жизнь, я думаю, сейчас полоса темная, почему моя жизнь так происходит, почему я с этим сталкиваюсь, столько много черного, этих черных красок. Но это незаконченная картина. Бог продолжает дальше рисовать, добавляет свои краски, да, более яркие, да, там, более, там, ну, очень, потому что у Бога много цветов, и мы знаем, что есть много цветов. И эта картина, мы потом видим общий, общий ее, да, полный, полный объем картины, какая она красивая. Знаете, этот мир, он испортил наш взгляд, на кто, кто мы. Этот мир, возможно, мы и сами, мы испортили эту картину в своей жизни. и вот эта картина, вот она является обманом. Если мы не верим в ту картину, которую Бог рисует, а которую мы рисуем, вот она называется обманом, как сказал этот странник. Но Бог, он рисует свою картину, потому что он наш художник, он наш отец, и он может ее перерисовать, если мы поверим и доверимся ему. И именно эта картина, она будет говорить, на самом деле, кто ты. Давайте мы будем молиться. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Силу слова в меня прошу вдохни, прошу вдохни, не такого, как ты, Эллоуин. Возношу Твое имя я над всем, преклонюсь пред престолом Твоим. Неполи, 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 Неполи. Субтитры создавал DimaTorzok Кадоша Та, Мехуламеот, Кадоша Та, Мехуламеот, Величестве полы достойно, 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 Боже, спасибо Тебе, спасибо Тебе за Твою картину в нашей жизни Спасибо Тебе, что каждый из нас находится в Твоем промысле, в этой картине, Господь Боже, я благодарю Тебя, что Ты в Своем слове Ты сказал, кто мы, кем мы являемся Или кем мы должны быть, потому что у Тебя есть свой взгляд на нашу жизнь, на наши призвания На каждого брата и сестру, на каждого из нас, Господь, тех, кто приходит к Тебе Даже тех, кто в этом мире, я знаю, что у Тебя есть свой взгляд И, Боже, когда мы приходим к Тебе, даже с этим представлением о своей жизни Боже, которое, может быть, даже внутри, но не нравится нам Или, может быть, мы где-то думаем, что только вот так и все, и нашу жизнь Боже, дай нам в это верить, Господи, несмотря на те ситуации, жизни, с которыми мы сталкиваемся Смотреть на то Слово, которое Ты говоришь о нашей жизни Кто Ты, кем я вижу Тебя, кто Ты изначально Может быть, Ты злой, неуспешный, несостоятельный Или еще Но, Господь, у Тебя есть другая картина в нашей жизни Мы благодарим Тебя Мы благодарим Тебя, что в Ишуе Мессии мы новое творение Что Ты дал нам власть наступать на всякую вражью силу Что Ты изменил нашу жизнь Боже, Ты сказал, вместо пепла или радости И вместо печали Ты дал нам, Господи, радость, вдохновение, силу, Боже Да, иногда бывает, мы останавливаемся Мы ослабеваем, Боже Это часть нашей жизни Бывает, Господи, в этой картине есть темные стороны И мы думаем, Боже, за что? Но мы знаем, что есть продолжение Ты берешь кисть и опять рисуешь Рисуешь дальше, продолжаешь рисовать И вносишь свои яркие краски в нашу жизнь Боже, мы благодарим Тебя Что эта картина, она еще не закончилась Она рисуется, но рисуется Тобой Кто мы? Спасибо Тебе, Боже Спасибо Тебе И шоу, и шоу, и шоу Господь, исцеляй нас Исцеляй нас, Господь Меняй наши картины Боже, мы стоим перед Тобой И мы говорим, Боже Рисуй свою картину нашей жизни Боже, я прошу Тебя, касайся сейчас Духом Святым Каждого, кто здесь находится, Господь Я прошу, Боже, о Твоей силе О Твоем Духе О Твоем прикосновении, Господи Говори нашему сердцу Как Ты говорил Авраам Как Ты говорил Маше Говори нашему сердцу, Господь Сейчас, в этот момент Говори, Боже Мы хотим уцепиться за Твое Слово Чтобы, Боже, это изменило нашу жизнь И запустило в действие то предназначение Кем мы являемся, Господь Боже, мы принимаем решение смотреть на Тебя Я молю Тебя, Боже Только Ты способен открыть Как Ты открыл Петру Когда он сказал Ты сын Бога живого Ты не просто пророк Ты не просто учитель Ты сын Бога живого Ты, Господь, пришедший в этот мир Боже, я молю Тебя, Господь Дай нам слышать Твое Слово о нас самих Мы порой хотим изменить мир Мы порой хотим что-то сделать Но мы иногда Неправильно думаем о своей жизни Я прошу Тебя, исцеляй нас Исцеляй нас, Господь Дай нам подняться, Господь, с этого места Может подняться к Тебе, Господь Дай нам начать новую жизнь, Господь Молю Тебя, если мы где-то остыли Господи, в своем призвании костенели Дай нам эту жажду Господи, иди стремиться к Тебе Гореть Тобой, Боже И не говорить, что это просто была первая любовь Но это не первая любовь и не последняя Это любовь, которая всегда движет моей жизнью Это та любовь, которая всегда дает мне силы Вдохновение Иди и совершай то, что Ты для нас призвал Это та любовь, которая позволяет мне думать правильно о своей жизни О том, что Ты являешься Богом моей жизни И то, что Ты умер и воскрес для меня И то, что у меня есть всегда возможность Прийти к Твоему престолу благодати И наполняться Твоей силой и Твоей славой Это та любовь, которая дает мне силы и огреляет Независимо, где я нахожусь Независимо, что меня окружает Это та любовь, которая проведет меня сквозь любые горы Равнины, препятствия Это та любовь, которая доведет меня до вечного царства Общение с Тобой Прославление Твое устало Господь, мы, Боже, дякуем Твоей Боже, спаси, спаси Стили у наших сердца Касайся каждого из нас Своим святым духом Стили у наших сердца Извините, что я затягиваю время Если кто-то, может быть, и нуждается в особой молитве перед Господом Вы можете выйти сюда, и служители, они просто будут молиться И высвобождать Божие благословения Хотите просто начать новую жизнь Вы можете выйти сюда, и за вас будут молиться Это послуживается И за вас будет молиться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь